Здравствуйте, уважаемые ученики! Сегодня у нас урок в пятом классе по русскому языку. Тема наша называется Как сказать об объекте речи, мыслей и чувств. Прежде чем перейти к объяснению новой темы, я хотела напомнить вам, что в русском языке есть шесть падежей. Обратите внимание, падежи имен существительных. Запомни название падежей. Иван рубит дрова, Варвара топит печь. Запомни название падежей. Именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, предложный. Дальше смотрим. Именительный падеж. Я именительный падеж, и над ней мне чужих одеж. Меня легко все узнают и в подлежащие зовут. Предлогов с детства не люблю, с собой рядом не терплю. Мои вопросы. Кто и что? Ни с чем не спутай никто. Дальше. Вопросы именительного падежа. Кто? Что? Родительный падеж. Вопросы. Кого? Чего? Дательный падеж. Кому? Чему? Ввинительный падеж. Ввинительный падеж. Кого? Что? Творительный падеж. Чем? Кем? С кем? С чем? Предложный падеж. О ко? О чем? И в чем? Проверь. Проверь. Проверь себя. Именительный падеж. Иданы три слова. Думаю. Есть. Вижу. Подходит какое слово? Есть. Винительный падеж. Кого? Что? Кем? Чем? Кого? Чего? Вижу. Кого? Вижу. Что? Творительный падеж. Нет. Думаю. Восхищаюсь. Выбираем одно слово. Естественно, слово восхищаюсь. Не имеет предлогов. Дательный, именительный, предложный. Конечно, именительный падеж. Дательный падеж. Кем? Чем? Кому? Чему? Кого? Чему? Выбираем, конечно, кому? Чему? Два вопроса. Всегда с предлогами. Дательно, винительно, предложно. Конечно же, предложный падеж всегда употребляется с существительными родительной. Вижу. Нет. Думаю. Выбираем из трёх слов слово нет. В предложение подлежащее именительный падеж, винительный падеж, родительный падеж. Конечно же, именительный падеж. Предложный падеж – это косвенный падеж. В предложном падеже существительные употребляются исключительно с предлогами. С такими предлогами, как в, на, при, о, об. Но сегодня мы будем говорить о следующих предлогах. О предлогах о и об. На вопросы о ком и о чём отвечают существительные с предлогами о и об. Обратите внимание, пожалуйста, на эти предложения. Азиз мечтает о победе. Азиз мечтает о чём? Азиз мечтает о победе. Слово победа в предложном падеже с предлогом о, о победе. Обратите внимание на окончание существительного «е». Второе предложение. Анвар думал о друге. Анвар думал о ком? Анвар думал о друге. А друге существительное с предлогом о в предложном падеже. Предлог о, окончание «е». Они говорили об ошибках. Они говорили о чём? Вопрос. Они говорили об ошибках. Обратите внимание на предлог «об». Почему в одном случае «о», в другом случае «об». Если после предлога «о» идёт существительное, которое начинается с гласной буквы, то мы употребляем предлог «об». А если после предлога слово начинается с согласной буквы, то мы употребляем предлог «о». О победе, о друге, об ошибках. Как вы заметили, в третьем предложении существительные во множественном числе. Получается, в единственном числе в данных предложениях существительные имеют окончание «е», а в во множественном числе одно существительное ошибка имеет окончание «ах». В каких случаях мы задаём вопрос «о ком?», в каких случаях «о чём?». Если существительное с предлогом «о» в предложном падеже «одушевлённое», мы задаём вопрос «о ком?». Анвар думал «о ком?». Анвар думал «о друге». Друг – одушевлённое существительное. Но в русском языке ещё есть неодушевлённое существительное, такие как победа, ошибка, стол, стул. А здесь мечтает о чём? О победе. Победа – неодушевлённое существительное. Поэтому мы задаём вопрос «о чём?». Итак, в предложном падеже существительные с предлогами «о», «об» отвечают на вопросы «о ком?» и «о чём?». Уважаемые ученики, а теперь внимательно переносимся на экран. Смотрите, наша тема называется «Как сказать об объекте речи, мыслей и чувств?». Вначале идёт интервью Анвара в телестудии. Обратите внимание, какие вопросы он использовал в своём интервью со своим собеседником. Максим, о чём рассказывает ваш сериал? Наш сериал рассказывает о команде дружных ребят. Обратите внимание, вопрос «о чём?». Ответ – о команде. Второй вопрос. Александр, о чём спрашивают тебя друзья? Меня часто спрашивают о жизни в кино. О чём? О жизни. Обратите внимание на второе предложение. Александр, о чём спрашивают тебя друзья? Меня часто спрашивают о жизни в кино. Обратите внимание на вопрос и на ответ. В ответе присутствует слово «жизнь». Жизнь женского рода с мягким знаком. В предложном падеже, смотрите, имеет окончание «и». Следующее предложение. Зиода. Зиода, ты играла в кино главную роль? О чём? О чём ты мечтаешь? Я мечтаю о премии Зульфии. Здесь обратите внимание «о чём?» и о премии. Премия женского рода. И имеет окончание в предложном падеже. И ещё обратите внимание на глагол «мечтать». Для того, чтобы выразить объект речи, мысли и чувств, в нашей речи очень часто присутствуют такие глаголы, как «мечтать», «говорить», «беседовать», «сообщить». Следующее. О ком вы говорили? Мы говорили об артистах сериала «Сила в единстве». Вопрос. О ком? Об артистах. Артиста существительно множественного числа. И в предложном падеже имеет вот такую форму. О ком? Об артистах. Ах, окончание. Следующее. О ком рассказывает тележурнал «Зумраша»? Этот тележурнал рассказывает об инопланетянине. Инопланетянин – слово существительно мужского рода имеет окончание «е». Уважаемые ученики, обратите внимание на эту таблицу. Что здесь есть? Здесь есть и личные местоимения, и существительные в именительном падеже, которые отвечают на вопрос «Кто?» Что делает глаголы в настоящем времени? Дальше. Существительно мужского рода – актер, кинофильм, сценарий. Следует существительное среднего рода – письмо, посещение. Далее, существительное женского рода – актриса, кинокартина, киностудия, роль. Обратите внимание на то, что все существительные женского мужского среднего имеют окончание «е» и в предложном падеже. А что это – «о» или «об»? Мы говорили до этого, что существительное в предложном падеже, который отвечает на вопрос «о ком?», «о чем?», употребляется с двумя предлогами «о», «об». Когда «о», когда «об», мы говорили в начале урока. Если слово после предлога начинается с согласной буквы, мы употребляем предлог «о», «о зверях», «о птицах», «о рыбах», «о растениях». «Я хочу узнать о чем?», «об истории», «об астрономии», «об экологии», «об искусстве». Здесь другая история. Мы использовали предлог «об», потому что после предлога слово начинается с гласной буквы «и», «а», «э», «и». Обратите внимание на форму личных местоимений «я» в предложном падеже «обо мне», «ты» о тебе, «он» о нём», «она» о ней, «мы» о нас, «вы» о вас, «они» о них. Давайте составим одно предложение. «Анвар думает о нас», «о ком?» о нас. Далее мы выполняем упражнение 6. Здесь надо в этом упражнении, в книге о чём? Здесь дано стихотворение, надо прочитать и ответить на вопросы. О чём мечтает девочка, главная героиня? В данном случае даны здесь предложения. Я мечтаю о короне, я мечтаю о слоне, я мечтаю о серёжках, это о короне, о слоне, о серёжках, о сапожках, о барле. Эти слова были использованы в стихотворении. Дома напишите о том, о чём вы мечтаете. Далее. Загадки. Вот так дома одно окно, каждый день в окне кино, живёт в нём вся вселенная, а вещь обыкновенная. Что за чудо, что же, что за ящик, сам певец и сам рассказчик. И к тому же заодно нам покажет он кино. Уважаемые ученики, а теперь запишите домашнее задание. Упражнение 8 письменно. По желанию можно выполнить упражнение 9 и выучить понравившиеся стихи и пословицы. На этом закончился наш урок. Удачи вам всем. До свидания. Продолжение следует...